Нетрезвый мужчина бился головой о капот Лады Грант и припаркованный у станции метро Яшлек, а затем лег на землю у автомобиля и уснул. Владелец машины этого номера не оценил и вызвал полицейских, чтобы, во-первых, к нему самому не было никаких претензий, во-вторых, чтобы потом можно было взыскать с виновника ущерб. Нафиса Минязова увидела, как отреагировал мужчина, разбуженный людьми в форме. Ну головой, видите, сюда прям пьяный человек, все ругается. Ударившись об капот, мужчина упал на землю и уснул. Об этом рассказал брат владельца Лады Гранта. Последний, к слову, в этот момент сидел за рулем в припаркованном автомобиле. Он же и вызвал полицейских. На место приехали и медики, чтобы убедиться, что нетрезвый пешеход от удара не проломил себе голову. Но вместо того, чтобы жаловаться на боль, он стал умолять врачей забрать его и не передавать в руки сотрудников правопорядка. Выяснил, что он ранее уже был судим за разбойное нападение, но причин госпитализировать его врачи не нашли. Сейчас на нашу поедет. Там все хорошие, красиво, в машине. Не дал крик. Как крик сердца. Садиться в патрульный автомобиль мужчина так просто не захотел. Он всячески старался препятствовать этому, как нецензурной бранью, так и физически. Руки! Руки убери! Слышь, бери! Нормально, хвали! Блэй! 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 Он оскорблял сотрудников полиции и очевидцев. Два сачки пока сниму, чтобы вы не члены урядились себе. Договорились? Нет. В отдел подвергем, я вам его дам. Когда выйдете с машины? Да. Ох... Он явно не рад был и телекамерам, но сформулировать и озвучить это у него не получилось. Давай, давай, давай поговорим. Че? Слушаю вас. Че? Да? Ну? Слышь ты? Ну давай, смотри. Дебошира все же усадили в патрульный автомобиль, хоть и с трудом. Давай. А, вот видите? Вот видите? Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Анастасия Минязова, Азатсин, Гулин, вызов 112.